Поверил в себя и проиграл. На этой неделе мой коллега из нашей съемочной группы Ермак Медиа Евгений Анисимов, который, сколько я его знаю, не устает изобличать коррупционеров, воров и мошенников во власти, своего все-таки добился. Он, как представитель средства массовой информации, решил помочь жителям колхоза сохранить за ними принадлежащие им земли. Но в итоге все закончилось плачевно. Впрочем, для кого? Расскажу сегодня. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Дорогие друзья, мы находимся в Ставрополе. Вообще, в Ставропольском крае мы находимся уже почти месяц. Находимся мы на следственных действиях в рамках возбужденного уголовного дела по статье 144, части 3, то бишь, воспрепятствия незаконной профессиональной деятельности журналистов. Дело было возбуждено по факту нападения на нашу съемочную группу, то есть на меня и на Евгения Русских, еще в марте этого года в конторе колхоза Родинова по Насековском районе Ставропольского края, селе Воздвиженское, где председатель колхоза, а по совместительству местный депутат Сергей Литвинов, хотел заложить землю пайщиков, то бишь владельца земли, на которой находится колхоз, в банк, и получить кредит, который, скорее всего, конечно же, никто бы и не стал возвращать. Поэтому мы, разумеется, с любопытством хотели узнать об этом собрании, поснимать его. Но когда мы пришли туда, на нас просто-напросто напали. Напал толпа гопников по команде местного депутата, который выбил, кстати, у меня микрофон. Пострадали не только мы. Пострадала еще съемочная группа программы «Вести», им вообще очень хорошо досталось, пострадали даже сотрудники полиции. А с чего все начиналось? Да с банального. С того, что один охамевший депутат, почуяв запах денег, возомнил себя единороссом всемогущим и придумал нехитрую схемку, благодаря которой неплохо бы обогатился лично, но поставил бы под угрозу благополучия так называемых колхозников. Но ребята, будучи колхозниками по призванию, а не по уму, схемку-то эту раскрыли. Да вот добиться справедливости было не так-то просто. Депутат очень умело манипулировал сознанием фермеров и категорически был против, чтобы ситуация просочилась в СМИ. В итоге в час пик на официальном собрании пайщиков журналисты «Вестей», как равна и мой коллега Женя Анисимов, из представителей средств массовой информации превратились в пострадавших. Через две минуты собрания, Сергей, куда вы? Э, что делаешь? Так появился состав нового уголовного дела, где пострадавшими признаны уже четыре человека, два из которых – это представители информационной программы Государственного канала. Но из-за влиятельности единоросса все случившееся очень долгое время пытались спустить на тормозах. То есть сначала дело долго не возбуждалось, а затем, говоря юридическим языком, началась судебная волокита и затягивание судебного процесса. И пока в заваренную кашу не спустилась ложка Бастрыкина, все, в общем-то, текло по заданной единороссом траектории. Но пострадавшие оказались не из робкого десятка и добились таки возбуждения уголовного дела. Правда, по словам Жени, заказчик всего этого мероприятия может избежать наказания. Мы боимся, что на скамью полцедимов пойдут только исполнители этого дела, а не сам депутат. Линия защиты выстроена таким образом, что мужики всячески пытаются оправдать депутата Литвинова. Они все говорят, что они поскакивали, все синхронно, но по своей инициативе, со своих мест, чтобы напасть на нас. А вот та команда, которую дал депутат, выбив у меня из рук микрофон, ну, это просто команда, и вот ее они не видели. Я не знаю, кем надо быть, чтобы вот брать на себя ответственность за уголовные преступления. Кстати говоря, 144-я статья «Нападение на журналисты» — это тяжкое преступление. Неужели они вот не понимают, что депутат их просто ведет на статью? Он им нанял адвоката, вот этого Куцаенко, и, понятное дело, кто платит деньги адвокату, тот и заказывает музыку. И этот адвокат реально пытается сделать все, чтобы адвокат остался сухой, вышел сухой из воды, а нападавшие, сами исполнители, сели. Ситуацию может изменить только следующее. Мужики на допросе сами попросятся в Следственный комитет, без этого самого адвоката Куцаенко, и расскажут, что действительно Литвинов давал им команду. А это и так, и Ежу, понятно, он подходил к ним много раз. Вот тогда они избегут, как минимум, ответственности за организованную группу и за то, что именно они были организаторами. Потому что организатором, по понятным причинам, был именно депутат. И вот эта несправедливость, она не должна восторжествовать. В этом я, конечно, с Женей полностью согласна, и справедливость действительно должна восторжествовать. Но в данном случае она, похоже, не знает, а кому должна. Потому что все эти марионетки, которым отдавались приказы, они, как правило, не имеют собственного мнения. Да, они чего-то там не боятся, но по сути своей являются шестерками, даже если в этом не признаются и самим себе. Кстати, шестеркой в криминальной среде означают человека, выполняющего мелкие поручения в обмен на благосклонность хозяина. Вот и тут господин Литвинов, запутав им головы, выйдет сухим из воды, в то время как сами нападавшие могут поехать и далеко, и надолго. Спасти ситуацию, со слов Жени, сможет только сознательность самих нападавших, когда они честно и открыто признаются, что действовали в интересах единоросса и не отдавали себе отчет в том, что профессионально были введены в заблуждение. Но пока этого не предвидится, поэтому Литвинов останется на свободе и, скорее всего, отожмет все то, что ему было нужно. А его ребята, к слову сказать, уже далеко не молодые, встретят пенсию на холодной лавочке да с небом в клеточку. Но, друзья, зачем я вам все это рассказала? Да за тем, чтобы вы понимали, пока в нашей стране есть Литвиновы, у нас с вами не будет никаких прав, а только одни обязанности. Причем это наглядно демонстрируют абсолютно все слуги народные. И я на днях наткнулась на прямое тому подтверждение. Россия все-таки поразительная страна, где те, кто должен служить народу Отечеству, превратились в неприкасаемую касту хамов, которые позволяют по отношению к обычным людям высказывать такие слова, что впору задаться вопросом, а они точно в адекватном состоянии находятся. Местный министр ЖКХ Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, которые недовольны качеством войды в городе, перечитать Маугли Киплинга. Горожане были сильно возмущены и ответили чиновнику, что живут не в джунглях, а в России. И ежемесячно платят за воду, как и другие 120 тысяч жителей Первоуральска. Кстати, хамство чиновников отмечают и политологи. Правда, вранье они ставят все-таки на первое место. В нашей стране врали, врут и будут врать. А все почему? А потому что это хотят слышать сами люди. На этой неделе на одном из госканалов некий Виктор Олевич на всю страну заявил, что мы обречены. Ведь... Политики вынуждены говорить неправду, потому что избиратели хотят ее слышать. Представьте себе политика из любой партии, в любой стране, в любом обществе, в любых наклонностях и любой идеологической направленности, которая скажет, тяжело, дальше будет тяжело. Денег нет, но вы держитесь. Да. И будет повторять только вот этот тезис. Денег нет, но вы держитесь. Вы можете себе представить, какой будет уровень поддержки где угодно у такого политика. Здесь-то в этом примере он не говорил, Дмитрий Анатольевич, то, что люди хотели услышать. Он сказал им правду. Денег нет. Ребята, держитесь. Поэтому, поэтому он больше не президент. Поэтому он больше не избирается. Ну да, ну да, именно поэтому он больше и не президент. Но главное здесь не это, а то, что многие депутаты не просто врут, но соврав, еще и генерируют отнюдь неумные законы. Вот, например, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев Сирез считает, что дети, усыновленные родителями из стран НАТО, обязательно должны стать пропагандистами ЛГБТ. Ну, потому что это сегодня его будущие родители разделены полом, а завтра они могут стать однополой семьей и навязать эти новые ценности своему приемному ребенку. А это для России недопустимо, потому-то Пискарев и предлагает этим странам воздержаться от поездок в Россию за нашими сиротами. Причем предлагает на законодательном уровне через запрет на усыновление. Запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если их государство разрешено смену пола, как путем изготовления соответствующих документов, так и путем применения медицинских всякого рода форм вмешательства. Полагаем, что данная норма вполне обоснована, оправдана, поскольку мы не можем гарантировать усыновленному ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол. При этом хотелось бы отметить, что, вводя указанный запрет, на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет на усыновление детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО. Мы же, со своей стороны, должны добиться, чтобы ребенок рос и развелся в нормальной семье, где имеется, соответственно, биологический папа и, соответственно, мама. Это все хорошо, но иметь биологических маму и папу в настоящее время не только роскошь, но и редкость, особенно в современных условиях, когда папы, впрочем, вы и сами поняли где. Поэтому не знаю, стоит ли нам воплощать этот запрет в жизнь, когда мы и сами недалеки от однополых семей, где детей, как правило, будут воспитывать две женщины. Это мама и бабушка. А между тем, в России некоторые вновь оказались обеспокоены предстоящими выборами президента. Больше всего по этому поводу переживает глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На этой неделе она сообщила, что в курсе того, как идет работа по дискредитации мартовских выборов. И виноваты в этом будут некоторые уехавшие из России подонки и ждуны, притаившиеся в стране. Выборы президента только будут в марте 2024 года. А уже, ох, какая работа поднялась. Как они... Я не хочу осуждать всех, кто уехал. По разным причинам уехал, ну, по крайней мере, не облегая грязью свою страну. Но вот те, я бы так сказала, подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас, отрабатывая свои жалкие люди на копейки, да, формируют базу для того, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы, сейчас работают. И там, и здесь, ждуны, затаившиеся, не спят. Просто затаились. Мы это все знаем. Вот поистине, говоря, цирк уехал, клоуны остались. И только у нас в слове цик, которым заведует Памфилова, есть одна существенная опечатка. Ау, тетя Элла, нашего президента поддерживает 80% населения, а если повезет, то поддержит и все 146. Так о каком срыве выборов может идти речь? А, или это у вас такой рофл? Каждый год ставить под угрозу срыва выборы, причем любого уровня? Ведь говорите-то вы об этом настолько часто, что пора бы уже сделать нарезку ваших негодований. Но не буду тратить на это время, потому что реально считаю, что нельзя сорвать то, чего в действительности не существует. И как бы там Памфилова нас не запугивала, а все равно будет так, как она посчитает. Заранее прошу прощения за ложку дегтя в этой бочке меда, но пока ситуация выглядит именно так. Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!